приветствую друзья я виталий портников бывший федеральный канцлер германии герхард шрёдер наконец-то капитулировал перед немецким и мировым общественным мнением он отказался от дальнейшего продления своих полномочий и председателя наблюдательного совета российской компании роснефть которая как известно возглавляется ближайшим соратником российского президента владимира путина игорем сечен вместе с герхардом шрёдером из наблюдательного совета компании роснефть выходит и другой и немецкий гражданин гораздо менее известный чем шрёдер но гораздо более влиятельный это маттиус варнинг человек который общался с владимиром путиным задолго до того как последний стал президентом российской федерации если шрёдер познакомился с путиным уже после того как тот возглавил российское государство то варнинг работал с офицером комитета государства безопасности советского союза владимиром путиным в годы работы путина в германской демократической республики когда сам варнинг был одним из офицером тайной разведки германской демократической республики штази и наверное не нужно удивляться тому что человек который был одним из представителей отвратительной спецслужбы германской демократической республики в результате стал одним из ключевых фигурантов лоббистских действий кремля на немецкой энергетической сцене возглавил строительство северного потока 2 того самого газопровода который должен был обязательно обеспечить россии возможность обхода украинской газотранспортной системы и облегчить нападение на украину а главой наблюдательного совета компании которая строила северный поток 2 был как раз герхард шрёдер но как видим привилегиями от строительства северного потока 2 и сотрудничеством с газпровом возможности бывшего федерального канцлера и бывшего сослуживца путина по филиалу кгб в германской демократической республики не ограничивались обоим предоставили хлебные должности в компании роснефть которая по сути возникла на руинах уничтоженного путиным и его подельниками юкоса михаила ходорковского по сути большая часть нефтяных возможностей роснефти это как раз нефтяные возможности юкоса и хотя раз нефть является формально государственной компанией по сути она частное владение путина и его ближайших соратников герхарда шрёдера призывали отказаться от должностей в российских корпорациях буквально с первых дней после нападения владимира путина на украину тогда вот должностей и в российских корпорациях отказались практически все отставные западные политики которые сотрудничали с российским руководством и защищали его интересы в своих странах речь идет о политиках из франции из австрии из германии только шрёдер остался непоколебим и продолжал утверждать что сохранить свои должности в российских государственных компаниях и откажется от них только в том случае если россия перестанет выполнять свои энергетические обязательства перед германией продолжал уверять что он шрёдер на самом деле является гарантом стабильности немецких энергом получающих возможностей что россия на самом деле своим нападением на украину не изменила традиционный для ее статус гарантированного поставщика энергоресурсов на запад даже после того как стало очевидно что россия использует свои энергоносители в качестве самого настоящего оружия это происходит на наших глазах вот как раз сегодня в россии сообщили о том что перестают поставлять газ финляндии в ответ на вступление этой страны в нато даже после этого шрёдер продолжал цепляться за свои должности но после того как стало очевидно что давление против него начинает приобретать институциональный характер канцлер другу немецкий кибунестах на днях значительно сократил его государственное содержание и это кстати большие деньги пол миллиона евро практически было потрачено на штат который обслуживал шрёдера на протяжении прошлого года и сейчас многие сотрудники которые работали в канцелярии герхарда шрёдера один за другим увольняются не желая иметь дело с бывшим федеральным кассером очевидно что репутация оказывается дороже чем те высокие зарплаты которые они получали в канцелярии бывшего главы немецкого правительства ну и депутаты европарламента практически от всех фракций в европарламенте решили выступить с требованием чтобы шрёдер попал под санкции европейского союза наряду с российскими чиновниками и олигархами если такое решение действительно было бы принято можно сказать что федеральный канцлер в отставке стал бы одним из первых западных политиков на которых распространилась бы санкционная политика европейского союза по отношению к российским гражданам и это показало бы насколько глубоко россия влезла в саму ткань западной политической и общественной жизни насколько она своими деньгами подкупила влиятельных западных политиков и лоббистов потому что не стоит недооценивать влияние герхарда шрёдера в родной ему социал-демократической партии германии из которой его сейчас призывают исключить правда но шрёдер все еще остается членом этой партии несмотря на противодействие многих влиятельных социал-демократов и даже целых территориальных организаций несмотря на то что он лишился звания почетного гражданина ганновера тоже кстати по своей инициативе потому что понимал что если они откажутся от этого звания то местные власти ганновера сами примут такое решение второй раз в истории этого города 2 потому что первый раз звание почетного гражданина ганновера лишали адольфа гитлера тоже кстати бывшего канцлера так что в этом смысле у шрёдера не оставалось особого выбора прекрасно понимал что если он не откажется от своей должности в роснефти он может потерять больше чем приобретает но это ведь не последняя должность шедера немецкие политики призывают бывшего федерального канцлера отказаться от всех должностей в российских компаниях которые еще остаются и перестать позорить германию а в составе наблюдает на совета роснефти кстати еще есть бывшая западная политика например бывший руководитель министерства иностранных дел австрии кавин кнайсель которая известна тем и по сути только тем что на ее свадьбе от плясывал сам президент российской федерации владимир путин тогда госпожа кнайсель была министром иностранных дел австрии о квоте ультраправой австрийской те партии свободы борца с нацизмами сторонника донатификации украины путина с не смутил тот факт что он приезжает в гости на свадьбу министра партия которого была основана бывшим бригадатуром сс и как видим это тоже очень хорошая иллюстрация что на самом деле думает российский президент о опасности сотрудничества с силами которые генетически связаны с национал-социалистической идеологии по моему путин просто восхищается и этими политическими силами и самой идеологии ведь современная россия все больше и больше походит на национал-социалистический рейх адольфа гитлера а сам владимир путин все больше и больше политически напоминает германского фюрера ну и тогда возникает очень простой вопрос а также с таким человеком мог сотрудничать последний перед олафом шольцем федеральный канцлер германии от социал-демократ неужели ему было не стыдно иметь дело с человеком с ярко выраженными нацистскими взглядами и убеждениями с человеком который самой своей политической деятельностью опровергает все то что должно было быть ценностями для герхарда шедера но наверное деньги гораздо важнее чем любое несовпадение в ценностях между социал-демократом шрёдером и нацистом путина по крайней мере вся политическая биография шедера после его отставки с поста федерального канцлера германии это демонстрирует спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на мои социальные сети и на канал в патреоне который помогает нам развивать эти ресурсы пользуйтесь функцией спонсорства на самом ютюбе мира вам